здравствуйте я хотела с вами немножко как бы и посоветоваться и рассказать вам мне заказали свадебный гарнитур который должен состоять из колье и сережек ну вот я долго сочиняла думала и придумалось мне такие вот чтобы в колье были вот такие вот крупные цветы серединке которых находится мелкий такой цветочек ну вот у меня возникла такая вот как бы затруднение как эти цветы соединить чтобы это было красиво вот мне кажется и вообще для того чтобы вот примерки всякие делать я очень часто использую обыкновенные шнурки они очень удобные допустим когда плетешь жгут они видите у меня многие расписанные просто примеряешь нужную длину очень удобно или узелок завязываешь или подписываешь каком месте и тогда уже не нужно будет каждый раз прикладывать и длину смотреть просто примеряешь уже жгуту а вот ну вот и у меня такая вот мысли как соединить этим цветочки мне кажется что вот хочется вернее мне так чтобы вот этот цветок и допустим вот этот цветок они были как бы на двух различных жгутах так сплести вот так наверное плохо видно так тогда а вот этот цветочек он был как был тут внизу на и от него уже начиналась от один жгут тут мне кажется было бы очень оригинальное себя но было вот как-то сделано вот так вот может мне кто-нибудь в комментариях напишет подскажет как бы это сделать чтобы и красиво было или может быть эти жгуты сделать двойными только на момент соединения цветов а дальше опять одинарные пустить ночью я прошу вас совета и помощи а еще мне нужно сделать сережки ну вот я думаю что если сделать в виде вот этого внутреннего цветочка то будет я думаю неплохо я еще не плела поэтому давайте мы одну сережку сплетем вместе с вами если красиво получится то я такие комплект этих сережек сделаем для образца положим вот здесь этот цветочек и вот наша ниточка значит жемчужинка стоит в 20 бисеринках 5 очень удобно я сегодня застелила розовым цветом чтобы было хорошо видно потому что на светлом было бы не очень хорошо но какой-то этот фетр и в нем бисеринки скачут как на мячике так 7 8 9 10 обязательно нужно всегда пересчитать потому что у меня было 1 раз и festival что я не пересчитала начала плести и потом оказалось что у меня одно бисерина не хватает если лишнее еще как-то можно обойтись ее можно раскусить и выбросить а когда не хватает то это неприятно так 6 8 10 13 17 20 вот все все верно 20 бисеринок значит начинаем и плести с лепесточков а потом мы уже вставим плечо мы вставим серединку ниточка двойная мы вот так ее одели подтянули и вот у нас затем куда-нибудь принципе в интернете очень много мастер-классов по цветам поэтому в общем то ничего нового я вам скорее всего не открою но мой цветок имеет место значит жить так сказать значит вот у нас лепесточек состоит из 2355 две серебристые я уже несколько раз про этот бисер серебристый говорил о своих мастер-классах очень он красиво смотрится значит делаем и верхушечку цветочка мы дошли до набрали две серебристые бисеринки и заходим значит ниточка выходит из верхней мы заходим вот сюда вот в эту серебристую бисеринку и набираем следующих 5 бисерин вот набрали еще пять и заходим мы теперь иголочкой смотрите 1 2 вот сюда через две бисеринки на встречу и еще мы теперь проходим и еще две бисеринки то есть мы иголкой проходим сразу 4 бисерины вот и вот у нас получился первый лепесточек второй лепесточек мы набираем 1 2 2 3 4 5 и 2 серебристые бисеринки опять делаем так как мы делали прошлый раз мы проходим иголочкой не заходя в верхнюю заходим вот сюда вот опускаемся и набираем уже мы сейчас всего лишь три бисеринки белых раз два три и заходим мы смотрите вот сюда в этом лепесточка и предыдущем вот сюда вот у нас будет две бисеринки на два лепестка общими и также проходим вот через четыре бисерин очки еще раз набираем 5 5 и 2 серебристые проходим опять иголочкой не заходя в верхнюю набираем 3 бисеринки и заходим вот сюда опять у нас две общие и через четыре бисерины по кольцу ну я думаю дальше вы проплетете и значит я включу камеру когда я тоже проплету все эти лепесточки вот смотрите мы набрали предпоследние вот пять набрали вот три и прошли через четыре бисерины и здесь у нас получается уже наша последняя последний наш лепесточек то есть мы должны зайти вот в эти две бисерины которые для наших лепесточков являются общими то есть последний лепесточек мы отсюда еще проходим и набираем уже мы не пять как в предыдущей разы набираем уже три две серебряных и и опять еще раз три и заходим в два две бисеринки от предыдущего лепесточка ну и вот смотрите то такой был у нас он будто бы не очень ровно это получился такой довольно симпатичненький цветочек дальше дальше мы должны зайти вот сюда в колечко и будем плести теперь для нашего для нашей жемчужинки сказать ложе сиденье чтоб ей было удобно тут сидеть находиться так через одну набираем белые бисеринки так через две у у а Продолжение следует... 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 Спасибо. Ну и последняя наша бисеринка белая. И заходим сразу же в бисеринку, только что набранную. Так, ну теперь немножко полегче будет. Теперь мы должны сплести здесь, ставить серебристые. Конечно, если бы это мы оплетали, ну, такое, что не пришивается, там кабошон. Вот, то нужно было бы, конечно, брать бисер мельчего размера. Но так как мы бусину по-любому будем пришивать, я взяла вот так, она и поярче получается. У меня есть бисер 15 размера, как раз такой цвет, но я почему-то стала его в последнее время плохо видеть и стараюсь избегать. Где можно применить обычный бисер, я так стараюсь и делать. Так, вот видите, как у нас получается красиво уже. Какая-то. 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 хорошенечко подтягиваем и местечко для бусинки очень хорошие образовалась но и затянуто получилось так ну вот мы и так это я что сразу проскочила в 2 так ну и вот последняя так ну что теперь можно пришить и нашу бусинку значит пришивать мы ее будем очень сейчас конечно будет нелегко нам потому что нам нужно будет пришивать ее из того ряда в котором мы делали лепесточки а тут уже у нас получилось очень туго вот я вышла видите с обратной стороны в ряд которым мы пришивали лепесточки так сейчас мы примерим нашу бусинку бусинка я не знаю какой это размер если будет кому-то интересно я не и потом померю в комментариях напишу так ну вот наша бусинка вот то что я говорила все время путается наша ниточка видите она сюда встала просто великолепно вот сейчас мы ее должны пришить пришить должны мы ровненько значит где у нас выходит вот раз два три 4 5 6 7 8 9 10 значит мы должны ее пришить вот здесь так 10 и опять у нашу бусинку так 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 ну и теперь конечно можно было бы пройти и еще раз но тут уже смотрю так туго получилось а что это будет затруднительно то я то сама сделаем но перед камерой это займет очень много времени поэтому если кому-то будет интересно то вы с этой стороны эту бусинку обязательно вот тут прошейте когда она будет стоять плотно-плотно вот так я обязательно это сделаю на нас закрепиться вот а теперь наша задача вшить вот эти вот маленькие бусинки случилась такая непредвиденность полностью села моя камера и пока она заряжалась я вот оплела с обратной стороны бусинку и смотрите бусинка стала наша сидеть плотно и теперь наша задача определиться где у нас будет лицо ну допустим будем считать что тут более разболтана значит лицо будет там где покрасивее значит вот это будет наша задняя сторона мы теперь должны вшить вот эти вот бусинки и вшивать мы будем их смотрите как вот выходит иголочка видите вот из нашей перемычки которая была общая и в нашу перемычку она же и заходит следующую подтягиваем хорошенечко не хочет да еще и нитка двойная все время путается так теперь видите как удачно у нас получилась вот эта оплёточка если по тому кольцу которая плетала бусинку пройти очень тяжело то поэтому колечку проходить легко и просто как говорила моя дочка в детстве вот так подтягиваем и выходим опять у нашу перемычку одеваем бусинку нашу заходим в перемычку просто следить где лицо но если вам допустим захочется чтобы это бусинка стояла в лепестке то тут принципе без разницы где лицо где не лицо но мне вот захотелось чтобы эти бусинки были как бы немножко ну только издали проглядывались они выпирали сюда мне показалось так будет более изящно значит смотрите опять мы зашли опять мы идем в наше кольцо которое сделали проходим вперед на 4 это мы повторяем почти то же самое что плели лепестки 4 бусинки проходим выходим опять в нашу сейчас перемычку опять выходим в перемычку вот сюда почему эти нитки постоянно путаются да еще потому что она двойная но двойной плести удобно она и более прочное нету проблем с доращиванием нитки если вдруг она не вдруг а когда она заканчивается так ну вот смотрите я наверно дальше продолжать не буду потому что время то уже много прошло и получается очень длинный мастер-класс принцип понятен да смотрите вот еще какая вещь я не хотела чтобы эти вот бусинки вылазили на лицевую сторону и для того чтобы они как бы более прочно держались я смотрите что делала вот когда у меня допустим уже полностью весь ряд оплетен я вам сейчас покажу я вот здесь между вот этими вот бусинками потом уже когда закончила вставляла вот эти серебряные бисеринки вот так вот и немножечко стягивала и тогда уже эти бусинки они сюда уже не будут вылазить но тут на любителя кому может быть понравится чтобы оно стояло вот так на виду вот ну осталось придумать каким образом прикрепить застежку мне кажется можно сделать удлиненную такую шлейку но я над этим еще подумаю и то что у меня получилось я вам потом покажу на этом я заканчиваю плетите с удовольствием пусть у вас все получается я желаю вам всего самого доброго до свидания подписывайтесь на мой канал будем с вами вместе делать и смотреть интересные видео всего доброго у вас матчат у